Всем здравствуйте! Необычно, да? То есть почему-то у меня два сварочных аппарата, но нет, я их сегодня никак не буду сравнивать. Я вам просто предлагаю, если вы хотите немножечко услышать какие-то отзывы, сварочный аппарат ProAqua Турция, это 2012 года, и до сих пор он работает, по-моему, с 2012, у меня чек на него есть, а может я вас обманываю? Нет, 2012 года, и сварочный аппарат DITRON, также я могу вам рассказать про сварочный аппарат турецкого производства GELSAN называется, SMS, это Китай, если не ошибаюсь, если вы хотите знать немножко про эти аппараты, я вам в следующем видео расскажу, вы только мне маягните, так мол, так лёх, расскажи чуть-чуть, и всё расскажу. Ну и всё, а сейчас, почему же у меня в руках данный аппарат? Вот смотрите, у него есть градусы, то есть я могу выставить на 320 градусов, и этим я и воспользуюсь свойством, выставлю на 320 градусов, и буду перегревать трубы, потому что есть некое мнение, что образуется какая-то хрень в случае перегрева, но её, в принципе, можно видеть, когда я поджигал, типа парафин выделяется, но с данных образцов парафин, хотя, в принципе, тоже будет выделяться, с этого точно, с остальных не знаю, и я убрал из наших испытаний FV-Plast с армированным стеклом, так как она у меня просто-напросто закончилась, и, как мы выяснили, в принципе, они идут все почти вровень, только в некоторых моментах отличаются друг от друга, поэтому остаётся 4 у нас товарища, которые сражаются, даже не сражаются, а просто они являются каким-то пособием, наглядным, то есть 4 образца, не одну трубку, а сразу мы помногу берём, ну и всё, сейчас я буду долго перегревать, при 320 градусах буду, ну, там, секунд, пусть, 10 я буду греть даже, ну, 15, каждый из образцов буду греть, и посмотрим, что они, может быть, разлипнутся, расклеятся, поехали! Ну что, мы начинаем, по нашему указателю температура здесь 320, но так как здесь термостат стоит плюс-минус 5 градусов, и то не факт, что он правдив, но истории у этого аппарата богатые, а теперь давайте греть, заходит при температуре 320 градусов очень-очень легко, посчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, причём оплавок с заваренного прохода я видеть не ожидаю, так как я не давлю до упора, ой, я вообще тут не надавил, недоварено будет, варим 320 градусов, четко, недоварено, чуть-чуть вода где-то даже буждает, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пара финчика не образуется, знаете откуда этот налет образуется, он образуется на дерьмовых насадках, может не настолько дерьмовых, но просто на плохих насадках, когда застреет здесь и налипает здесь, у нас образуется парафин, который следствие может немного нам помешать в работе, но так как на насадке у меня ничего не пристаёт, по всей видимости, при перегреве мы тоже скорее всего не увидим никаких проблем, щелк, а уже непривычно, без вот этого, что можно работать, у меня он подаёт сигнал же сейчас, да если вы хотите услышать отзывы, короткие, длинные, не знаю там какие, сравнение, потому что у меня есть такой видеоролик, который мне что-то не понравился сначала, когда начал только на youtube выкладывать видео, он мне не понравился, я удалил, но материал я всё равно могу взять оттуда, по сравнению вот с этим смс, с ним кстати печальная ситуация случилась, Ёлсан, тоже можно сказать почти печальная ситуация случилась, ушел ногами в неизвестном направлении, в известном, но ушел, ну что друзья, пришла пора нам опрессовать то, что получилось, по всей видимости, у нас никаких парафинчатых образований не произошло, так как на насадках не происходило налипание полипропилена, вследствие чего он не налипает, он не греется очень долго, чтобы он перегрелся, я думаю нужно греть, сегодня поставили, пошли поночевали поспали, завтра пришли сняли, да тогда он перегреется, ну не знаю конечно, кстати еще перед опрессовкой, если у кого-то есть какие-то мысли насчет того, как еще нам испытать полипропилен, если эти мысли ваши не совпадут с тем, что у меня уже было, то я думаю, что мы испытаем, но еще остались некоторые у меня там в планах, именно по полипропилену, по испытаниям, по таким домашним, остались небольшие какие-то выписки, там чуть-чуть опытов осталось, там потом уже пойдут более сложные, где более немножко затратные, но так как у меня есть доступ к бэушным материалам, так скажем, постепенно тут взял, там взял, здесь взял, их можно использовать для тех опытов, ладно, все, давайте сейчас проверим, так, давление c6, ну что, теперь открываем, это не участвует, приклеилось, приклеилось, кто-то треск издал, ау, палец зажал, так, смотрю нормально все, закрываем, давление c накидываем, шестерочка, около 6, 10, даже больше, даже больше, да, 12 почти, 15, 16 бар, сейчас у нас прокиснет чуть-чуть, упадет, все, в воздухе сбежали, 16 бар, закрываем, ну и теперь ориентируемся на слух, 20, 25, 35 почти, 40, 45, 45 бар, 45 бар, 45 бар, а ну сейчас трогать не имеет смысла, а вот когда я впервые прихожу, например, это такое давление, я оставлю, в принципе, знаете, что, вот так вот мы сделаем, и оставим это давление c до следующего опыта, я посмотрю, блин, а может и не выходит, выдержит она до следующего опыта, ну ладно, я через недельку, я посмотрю, что с ним произойдет, так как сейчас у нас на улице тепло, поэтому мне не придется спускать воду, и я оставлю на долгое время, ну как видим, ничего у нас не забахнуло, ничего не бабахнуло, все в порядке, много все же мы опытов провели, ладно, спасибо вам, что вы посмотрели этот ролик, всем всех благ, удачи и до новых встреч, пока!